итак ребята поехали значит смотрите есть у меня вот такой блок питания но не нету названия не знаю даже что это за блок и корпуса на него не переписал трансформатор микросхемы сейчас буду искать в интернете может что-то хоть подходящее найду номинал и транзисторов переписал общем понятно но если даже не найду схему ну ничего страшного разобраться тут элементарно стоит тоже т.л. к здесь ка-75 2 0 плата выполнена очень хорошо качественно старинный блок один из первых наверно компьютеров то есть тут видите всего лишь четыре вида напряжения плюс 12 плюс 5 минус 5 минус 12 и все и больше никаких напряжений нет еще повар будет вырабатывает микросхемка значит давайте сейчас поищем схем так ребята теперь смотрите дальше как мы делаем помните я вам рассказывал прежде чем приступить к работе надо найти схему для того чтобы было удобнее вам искать сначала возьмите сфотографируйте блог вот я видите сфотографировал с разных ракурсов его чтобы вам видно было хорошо детальки тут теперь смотрите схемы скачал нам надо от и блок от и они от и x правильно я там скачал возможные схемки какие были в интернете наверно все скачал и теперь смотрите есть такой он онлайн фотошоп лень же двигатель прогресса не охота допустим не рисовать сейчас резисторы вот я кусок платы той части где мне надо да сейчас сфотографировал и вторую часть платы сфотографировал только ее обратил видите наоборот сделал слева направо отобразил и теперь смотрите заходим в онлайн фотошоп и смотрите берем два слоя налаживаем один на один и вот теперь видите видно ту плату сзади на фоне основной тут у нас детальки хорошо видно видно цветовую палитру на каждом резисторе то есть вы можете в программе раз посмотреть номинал намного легче правильно будет работать и вот можем фон добавляем смотрите вот так фотографии сделать мы видим дорожки вот пожалуйста все соответствует куда какая дорожка идет к сопротивлению там или тому подобное и вот уже вам легче работать если еще можно было выпаивать прямо отсюда микросхемки было бы вообще круто так ну и второй вариант смотрите прожектор наш помните паяльная станция он у нас все делает и прожектор и паяльная станция и теперь смотрите берем плату ставим и регулируем яркость и смотрите то есть прекрасно видно все дорожки и и вот так вот вот берем и фотографируем хорошим фотоаппаратом только не камеры и у нас видите видно все дорожки то есть вот такой вариант еще неплохой только осторожно не сжечь быстренько с фото ли и все блин ребята прибор накрылся только похвастался смотрите перестал измерять конденсаторы вот видите тут есть фарады вот 20 микрофарад максимум он измеряет но вообще перестал реагировать разобрал схемы есть в интернете полно блин тут предохранитель стоял видите на 0 5 ампера ё-моё сейчас поменяю может заработает вечно как этот блок питания начинаешь делать что-то мешает то одно то другое ух ребята сделал блин надо же это наверное конденсатор какой-то померил когда-то не разрядил его то есть видите аккуратней надо все ура работаем дальше бардак смотрите бардак какой все подоставал так все начинаем дальше делать сейчас закончу видите вот этот балласт сгорел балласт транзисторы сгорели хотел подсветку здесь сделать прожектор чтобы дольше можно было снимать не ждать только солнечной погоды ну сейчас сделаю продолжим так теперь смотрите ребята вот наш блок значит надо его проверить какую же он все таки мощность у нас потянет нормально и как он будет греться для начала включим хоть проверим прибор подпаял то есть пока никаких изменений я ничего не делал сейчас проверим так 11 9 вольта маленькой нагрузки начнем без проблем ребята опять-то камера у меня старая сонька блин ну ладно что ты сделаешь будем где-то комбинировать где-то фотки где-то это не получается новую купить ладно смотрите так работаем 11 8 да вот видите как классно этот приборчик андрея ой классно вообще показывает ток на том грубом вообще вот эти лампочки подключал по нулям был ток даже не показывал то есть мне это меня это вообще радует мне вот как раз нужна точность потоку дальше проверяем то есть тут на 63 вольта две лампочки последовательно теперь последовательно две нитки 21 ватт была лампочка автомобильная так ребята видите падение то есть блок конечно хреновастенький 08 а уже на две десятки вольта упал и и и не не подтягивает почему-то не выравнивает и лка может быть видите здесь резистор стоит на входе вместо терморезистора по 220 вольт вы поняли в старой схеме стоит надо наверное поменять может он мощно забирает не может а забирает так и теперь мощная у меня галогенка две нитки тоже последовательно так слушаем вентилятор вот слышите даже вентилятор стал то есть три ампера уже смотрите пошла просадка вот слабенький конечно в принципе сейчас задача мне сделать 5 амперный нормальный такой маломощный лабораторный блок для проверки планшетов мобильных то есть там в принципе больше 5 ампер но понятно не надо мне не главное чтобы он маленький был компактный и точность была большая так ну а теперь посмотрим защита что тут у нас защитой берем нашу нагрузочную хрень не охота делать электронный мне нагрузку электронную ради там нескольких случаев как это лепить спирально мотал да и все и отвертка вот и все что нам надо вы помните до прошлых видео я показывал так давайте подключаем вот просадочка так видите какая просадка сразу 8 ампер 10 вольт так мне надо защиту проверить смотрите как я беру отверточкой и замыкаю смотрите так 11 ампер кстати смотрите прибор даже больше 10 ампер начну показывает хотя в нем же заявлено только 10 ампер в том старом приборе больше 10 ампер зашкаливала то есть ничего не показывала а здесь видите смотрите 11 9 ампер то вообще прибор классный единственное тут будет греться шанс как шут конечно но мы его или вынесем или что-то придумаем хотя в этом приборе говорю до 5 ампер мне будет нормально а дальше есть там идеи как это делать так давайте защиту проверим о все на 12 амперах видите выключился блок то есть защита прекрасно и чтобы включить опять блок надо вытащить из сети и опять ставить вы видите все нормально защита отработала прекрасно но тут защита тут в схеме стоит л.м. 339 но защита построена не на ней а построена на телке сейчас она по схеме покажу то есть пятнадцатая шестнадцатая нога второй усилитель ошибки здесь используется для защиты вот перегрузки так ну и вот поработали мы сейчас нагрузка вся нагрева даже станина нагрева час я погонял при 7 амперах так прибор там не мы еле еле теплый шунт ели то даже даже нельзя сказать что это он теплый так транзисторы сетевые чуть тепленький но их обдувал вентилятор о вот диод шутки подогрелся диод нагрелся тоже не так сильно но нагрелся то есть там у меня старые диоды валяются со старых блоков помощней чем этот можно воткнуть просто все равно валяются но можно было и так работать то есть это я 7 7 9 ампера было у меня сейчас гонял почти 8 ампер трансформатор абсолютно холодный транзисторы сетевые здесь стоят какие 1300 7 это вот все как завода стояла я ничего не менял не трансформатор не то есть не дроссель не перематывал ничего вообще не конденсаторы не меня вот все как есть вот такой блочок смотрите теперь дальше сейчас пока у нас есть этот блок давайте проведем эксперимент допустим если вы не хотите заморачиваться с переделкой этого блока и вам надо маломощный какой-то лабораторник для тех же говорю мобилок планшетиков есть вот такой смотрите стабилизатор напряжения если мы допустим его шарахаем нам заявлено заявлено 20 ампер он там держит давайте посмотрим то есть эту нагрузку явно мы даже не будем подключать это бред так хорошо но таких разъем чеках эксперименты проводить то есть я поставил радиатор заранее этот новенький у меня стабилизатор я еще его даже не проверял люди ни разу так что нам надо нагрузить лампочку какую-то удавайте тоже маломощненькую так поехали светится работает сейчас посмотрим регулировка как у нас так 0 15 ампера потребление амперметр правда стоит до стабилизатора немножко будет погрешность будет на себя забирать транзистор правильно лишнее то есть мы особо не будем сейчас верить показаниям но проверить надо на нагрев так на всю яркость ставлю минимум максимум так регулируется работает вроде да пока все холодно так теперь нам надо подкинуть вольтметр что он тут у нас хоть покажет на выходе так защиты от замыкания тут тоже походу нет поэтому внимательней сейчас не коротнуть на входе 11 8 0 2 ампера 86 на выходе пробуем менять минимум так минимум два с половиной вольта максимум девять и шесть понятно если здесь больше дашь на входе на выходе тоже можно больше получить так хорошо нагрузочку добавляем холоднючий радиатор так добавляем вот такую лампушечку и так 0 7 ампера холодный 0 75 ампера сейчас но это же на всю стоит а если начнешь уменьшать но транзистор пойдет нагрузка так 2 и 5 вольт а 0 4 ампера то есть транзистор сейчас на себя забирает у холодный чуть-чуть где-то там вдалеке что-то там начинает греться не знаю нет нельзя даже сказать что это нагрев какой-то хорошо давайте дальше идем мощную галогенку 2 ампера 207 я думаю сейчас он гад начнет греться по-любому так что тут у нас 4 все ребята пошел греться так еле-еле так уменьшаем напряжение обычно вот эти стабилизаторы если уменьшаешь напряжение и ток падает но греться сильнее начиная ну конечно вот он начинает греться все о все пошла жара то есть уже надо вентилятор ведь 1 и 5 ампера всего 2 и 4 вольта на выходе и все уже надо вентилятор и то есть если я сейчас навсюду транзистор перестанет срезать да вот сейчас дал навсю вроде бы казалось бы 2 и 8 ампера смотрите но транзистор начал охлаждаться перестал нагреваться то есть короче говоря ребята вот эта херня мне не нравится не и не нравится мне эта штука я вообще хотел сделать чтобы у меня вентилятора вообще не было в этом блоке питания чтобы до 5 ампер и без всякого охлаждения чтоб не шумел была полная тишина до 3 ампер не знаю ну до 5 ампер да в принципе мне кажется выдержит но с вентилятор надо будет вентилятор ставь короче херня это мне это не нравится вот эта куча прибамбасов вот так вот заворачивать все когда можно сделать на нашей телке и будет прекрасно все работа как бы со стабилизатором мне не нравится может быть можно лучше стабилизаторы там делать помощней ну конечно но это ж надо делать и по-моему проще переделать управление потелки но не знаю в общем вот такая байда ладно поехали дальше так ну вот схему нашел более-менее подходящую силовая часть вот похоже защита мощности вот такая же но единственное видите нету тут 339 микросхемы здесь вот так сделано power good самая простейшая схема на транзисторах то есть там у меня в этом блоке немножко по-другому а так в общем то трансформатор первый второй все все похоже транзисторы правда у меня там другие 13 007 здесь такие но опять же это нам не важно теперь смотрите как работает блока те он отличается чем от этой x тем что у него нету дежурного питания и в начальный момент ему надо как-то запуститься шимка же обесточено когда вы включили то здесь смотрите как сделали в первых блоках вот делали так смотрите диодный мост конденсаторы все понятно прошли теперь надо же как-то первый сдвиг дать запустить наш инвертор надо в первый момент хоть как то то здесь сделали видите вот резисторы r4 на базу rc 330 килоом видите это для начального смещения чтобы придать сначала запуск этому инвертору то есть как только появилось напряжение здесь транзистор какой-то откроется понятно быстрее все равно у вас номиналы разные не могут быть они одинаковые какой-то транзистор откроется первым и начнет инвертор запустится начнет работать но он работает в этом блоке питания в пол мощности вот сейчас мы попробуем с вами отпаять вот этот диод вот этот d10 он запитывает то есть как бы сама запитка то есть видите он у нас до дросселя групповой стабилизации 12 вольт то здесь размах амплитуда больше намного чем 12 вольт и мы допустим смотрите у нас идет питание вот она стабилизируется немножко сглаживается конденсатором c14 идет через ограничивающий ток резистор 2 килоома через d14 выпрямляется и идет на запитку трансформатора т2 видите и здесь смотрите еще вот в этой схеме защита по мощности как выполнена берется отвод от середины трансформатора вот диодом выпрямляется резистором тоже ограничивается ток сглаживающий c16 стоит еще один резистор то есть r25 и r26 у нас образовали с вами что делитель напряжения в этой точке будет какое-то напряжение и вот мы видим он идет на 16 ногу эта точка до подключена 15 у нас с 14 с 13 помните что это то есть тут плюс 5 вольт опорного напряжения да то есть усилитель ошибки этот смотрите он у нас сравнивает 15 вход и 16 вход если мы на 15 подали 15 5 вольт то есть у нас же выходит 14 опорное напряжение и теперь у нас на 15 ножки плюс 5 вольт эталонного напряжения то что будет делать усилитель ошибки он когда включится в работу когда он будет ограничивать импульсы талки когда у него на 16 ноге достигнет напряжение напряжение сравнивания то есть если здесь будет 5 вольт или выше он начнет ограничивать то есть прекращать вырабатывать импульсы правильно прямоугольные импульсы тут идут по очереди то на одну базу то на вторую это вы знаете уже так же аналогично и усилитель первый усилитель ошибки работает только мы сравниваем напряжение то есть на второй ноге мы что делали задаем вот видите тут тоже идет эталонное напряжение на делитель из r23 состоит делитель из r22 и мы здесь на второй ноге задали какое-то напряжение а первая нога отслеживает то есть вот мы взяли видите в блоке как плюс 5 вольт отслеживается и плюс 12 если они там изменятся изменится напряжение в первой ножке в этой точке и он будет стремиться уравновесить ну то есть вы поняли под прошлым видео да я по моему так простым языком объяснил но вроде бы как уже но все поняли вспомнили 13 ножка за что у нас отвечает за то чтобы микросхема работала в двухтактном режиме 14 у нас выходит плюс 5 вольт опорного напряжения для наших измерительных схем то есть оно стабилизировано и 15 16 это второй усилитель ошибки то есть первый второй принято у нас сделал делать по напряжению контроль что мы тут и видим а 15 16 здесь видите сделана защита по мощности то есть как только будут большие большая амплитуда то есть то как только вот эти транзисторы начнут открываться на всю у нас здесь будет вырабатываться ds в средней точке и с помощью вот этого резистора кстати можно сделать его подстроечным вместо вот этого r25 или вот этот r26 можем сделать подстроечным то есть вот этот делитель напряжения если будем менять мы здесь изменим напряжение то есть мы можем выставить порог срабатывания вот этой схемы защиты вот я кстати наверное и сделаю а нет вру не буду делать все-таки нам надо регулировку тока сделать регулировку тока мы только можем здесь выполнить то здесь я все-таки отрежу и эту схему не буду разрушать я на транзисторах соберу другую схемку которая будет при превышении нагрузки подавать плюс 5 вольт на четвертую ножку и у нас микросхема будет прекращать вырабатывать импульсы вот так наверное мы сделаем защиту по мощности вот такую здесь то есть это будет грубая защита ну а здесь также выполним по регулировку по напряжению и потоку то есть вот так сделаем да теперь смотрите давайте попробуем отпаять вот этот диод до 10 то есть мы лишим питания вот эту схему и посмотрим на выходе будет какое-то напряжение или нет всегда хотелось это сделать проверить то есть теории как бы этот инвертор в этой схеме то есть в других схемах он не должен запуститься а здесь он должен запуститься и выдавать какое-то напряжение ну давайте сейчас на практике это проверим и так отпаял там ребята перемычка была прямо на платке так включаем работает понятно еле-еле не хватает даже прибор засветить вентилятор дернулся так низкое напряжение но есть раз померяем сколько тут и на выходе у нас два вольта вместо 12 видите два вольта то есть да инвертор запущен вот поэтому наверное в этих блоках ниже 3 вольт тяжело сделать чтобы он дал меньше то есть вы не можете остановить инвертор можно просто напросто тогда выпаять вот эти резисторы сдвигающие и инвертор не будет запускаться но тогда надо запитать тарелку нашу от отдельного источника питания можно вот так поставил все назад нам пока надо сделать регулировку по напряжению так проверяю все надо через лампочку работать конечно но так все нормально все восстановили так и вот этот резистор сейчас порой сможет быть где-то из терморезистор поставить тут 5 ватт один ом что-то а 5 в 1 это 5,1 ома то есть вот этот резюк надо убрать мощность забирает можно в принципе помощнее кондеры хотя но это тоже так в принципе лишнее вот диод шутки надо заменить этот греется но опять же свыше 8 ампер он греется а так в общем то нормально ладно этот кусок сейчас видео наверно выложу а дальше будем делать с вами регулировку по напряжению сначала но все как обычно да еще еще ребята там же спрашивают опять в комментариях тяжело ответить смотрите сразу вам следующий помните те блоки делали да там надо регулировку сделать вентилятора от температуры так чтобы он у нас плавно то есть вы наверное видели тоже в интернете полно информации что диод шутки имеет температурную зависимость ну давайте проверим это так берем вот диоды шутки это старых блоков берем зажигалку прибор ставим на 200 килоом подключаем крайним выводам значит что мы наблюдаем с вами 159 килоом теперь смотрите вот 170 видите давайте рукой его возьмем начнем греть уменьшается сопротивление видите даже от руки зажигалочка смотрите я чуть-чуть только пламя поднес видите упало да действительно он температурно зависимый это большие так вот маленькие какие-то диоды шутки это все от предыдущего блока осталось 5 вольт 3 3 вольта ну да у них только разное сопротивление он действительно видите все четко то есть мы с вами соберем потом попробуем собрать схему на этих диодах так что тут у нас да видите даже один диод шутки все нормально ладно это мы потом когда уже соберем блок сделаем с вами такую схемку там ничего сложного то есть составной транзистор все как в предыдущем блоке только вместо датчика температуры там термосопротивление было мы поставим диоды шутки с вами да и все ну подстроим там подстроечным резистором ну ну элементарно вы даже можете уже собрать эту схему то есть абсолютно ничего сложного так ладно все пока то есть и Продолжение следует...